А жильцы одной из многоэтажек Владивостока задыхаются от запаха из собственного подвала. Управляющая компания с вонью и грязью, по словам людей, не борется. Вот они и обратились к нам. В проблеме разбирался Илья Мороз. Постоянно такая грязь у нас. Вонь идет вообще. Грязь, нечистоты, ужасный запах. Подвал дома номер 159А на проспекте Столетия превратился в зловонное болото. Ну как-то нети ссягут. По словам жителей, сейчас подвал относительно сухой, но после дождей воды здесь чуть ли не по колено. Вдобавок, постоянно прорывает канализацию. Во-первых, потому что горячей воды нет по полгода и трубы забивает жиром. Во-вторых, как считают жители, сами трубы установлены неправильно. В них, в нижней части, вода практически не стекает, поскольку они лежат горизонтально почти. Мы неоднократно говорили управляющей компании, что нужно проделать перекладку этих труб. Мы вызвали комиссию из управляющей компании, когда был залит подвал. Они пришли и написали нам акт. У нас есть документально подтвержденный акт о том, что у вас грунтовые воды. После последнего дождя вас залили грунтовые воды. При этом запах стоит такой, что сама комиссия заходила в подвал с зажатым носом, и у нас до пятого этажа стоит запах канализации. Я считаю, что это полное безобразие, потому что воняет вплоть до пятого этажа. Я живу на пятом этаже. Это же ужас. Но больше всего страдают жители первого этажа. Там, помимо ужасного смрада, еще и регулярные потопы. Вода с фекалиями. Ванна полная, чуть ли не полная ванна. С унитазом вот так вот. И вот только успеваешь вот так вот выкачивать. В постоянных засорах виноваты сами жители. Такова позиция управляющей компании. При этом в жилконторе заявили, что дом находится под постоянным контролем, и с собственниками квартир ведется диалог. Если засор канализации, то он происходит по причине неправильного использования и эксплуатации канализации именно с собственниками жилья. Ну, то есть с трубами все нормально, по-вашему, получается? Конечно. Мы наладили сконтакт. Сейчас унициативная группа, я же говорю, были там поживые люди. И сейчас поднимается молодежь, потому что они тоже хотят жить нормальным. Я за. Поддерживаю их. По-видимому, пока в диалоге жильцов и управляющей компании конструктива мало. Помимо ситуации с подвалом, есть еще много претензий. Например, ужасное состояние придомовой территории. Или ветви деревьев, которые срезали, но так и не вывезли. И теперь они лежат кучами на косогоре. Недавно люди обратились на задело.рф. Специалисты портала будут следить за развитием ситуации и окажут помощь в решении проблем дома. Если у вашего дома или в вашем районе есть проблема, которую вы не можете решить самостоятельно, обратитесь на портал задело.рф. Это просто. Регистрируйтесь, указывайте номер телефона, описывайте ситуацию и прикрепляйте фото и видео, подтверждающие ваши слова. По заявке оперативно отправят запросы в контролирующие органы. И если проблема привлечет внимание других пользователей, на место приедет съемочная группа ОТВ. Илья Мороз, Александр Малыгин, Панорама.